Всем Hi! С вами Алекс. И в этом видео я бы хотел вам показать, как можно легко записать MIDI клавиатуру в Audacity. Что для этого нам понадобится? Для начала нам понадобится обязательно какой-нибудь секвенсер. В прошлом видео я вам показывал, как я записывал MIDI клавиатуру, использовав секвенсер Music Maker. Сегодня я вам покажу, как записать MIDI клавиатуру, использовав секвенсер FL Studio. Почему нужно использовать секвенсер? Дело в том, что MIDI клавиатура не имеет своего динамика и собственного звука. Если вы не будете использовать какой-нибудь секвенсер, то вы никак не сможете записать MIDI клавиатуру. Итак, у меня FL Studio включена. Давайте убедимся, что MIDI клавиатура работает. Если по каким-то причинам вы хотите настроить драйвер для того, чтобы была наименьшая задержка, заходите в опции Audacity settings и здесь настраиваете буфер. У меня стоит 256. Чем меньше буфер, тем меньше задержка. Если вы смотрели мое предыдущее видео, мы проверяли такой миф. Если я буду включать iCO драйвер, Audacity сможет записать? Если вы не видели, то советую посмотреть. Но вкратце результат получился хорошим. И поэтому, если вы здесь поставите iCO драйвер, то вы сможете также записать в Audacity. После того, как мы все настроили, заходим сюда, в звуки и находим рекординг. Далее нажимаем правой кнопкой мыши, Short Disable Device. И здесь у нас появится Stereo Mixer. Для чего он нужен? Для того, чтобы вы могли записывать любой звук, который будет издаваться с компьютера. Давайте мы его включим. Плавой кнопкой мыши Enable и нажимаем ОК. Теперь давайте попробуем записать что-нибудь в Audacity. Заходим в Audacity. Настраиваем запись. Здесь у вас должно стоять устройство, которое подключено у вас на прямую к компьютеру. В данный момент это у меня колонка. А здесь вам нужно поставить Stereo Mix, чтобы был звук именно с компьютера. Теперь давайте попробуем записать. Нажимаем кнопку записи. Если вы хотите записать музыку под метроном, то нужно проделать такой шаг. Заходим. Генерировать. Ритм трек. Здесь выбираете тем, который вам нужен. Отстраивайте его как надо. И нажимаете Генерировать. И смотрите, что у нас происходит. Вот как вы слышите, метроном у нас звучит. И для того, чтобы получилось записать звук чисто, без метронома, для начала нам нужно зайти в канал записи и поставить Stereo. Затем метроном данный, который вы сейчас видите, нужно будет его поставить слева. Теперь вы нажимаете кнопку запись и точно так же начинаем записывать. Теперь давайте послушаем, что у нас получилось. Для того, чтобы убрать метроном из данной записи, нужно нажать правой кнопкой мыши, разделить стерео трек. Затем этот стерео трек удаляем, а этот ставим по центру. Слушаем. Если вы хотите запись сделать погромче, делайте вот так. Теперь для того, чтобы сделать получше стерео звук, делаем так. Дублируем данную дорожку. Теперь нажимаете Дублировать. Одно делайте справа, а это слева. Чтобы еще лучше звучал стерео звук, то мы берем вот эту дорожку. Нажимаем Ctrl-C, удаляем и немножко делаем вот так. Ctrl-V. Слушаем. А теперь для того, чтобы объединить две дорожки в одну, как стерео, то вы берете, выбираете эту дорожку и зажимаете Ctrl. И нажимаете правой кнопкой мыши создать стерео трек. Соглашайтесь. И слушаем, что у нас получилось. Если вам не нравится какой-то шум, нажимаете эффекты. Подавление шума. Получить. И выделяйте вашу дорожку полностью. Далее снова заходите в эффекты. Повторить подавление шума. И слушаем, что у нас получилось. И как вы слышите, шума стало гораздо меньше. Давайте проверим такой миф. Можно ли записать музыку в Audacity, используя только клавиатуру или мышь? Сейчас мы это проверим. Проверим на примере, что у нас есть просто клавиатура. Теперь, для того, чтобы ее записать, здесь мы все удаляем. Нажимаем запись. И играем в эфроу. Допустим. Останавливаем. Слушаем. Делаем так. И таким образом, вы можете спокойно записывать вашу MIDI клавиатуру в Audacity. У каждого может возникнуть вопрос. А какие есть недостатки в данном методе? Я рассказывал в предыдущем видео на данную тему. И поэтому я советую заглянуть. Там я все рассказал, с какими проблемами вы можете столкнуться. А возможно ли записать MIDI клавиатуру, используя внешний метроном, который у меня есть? Да, вы можете спокойно включить ваш метроном и записывать вашу MIDI клавиатуру. И при этом звук от метронома звучать у вас не будет. Давайте я на примере. Смотрите. Я сейчас в телефоне включу какое-нибудь видео. Вводите на ютубе метроном. И допустим у вас BPM 80. Выбирайте его. Вот метроном пошел. И теперь давайте мы что-нибудь запишем. И убедимся, что если запишу MIDI клавиатуру, то у нас звук метроном не будет слышен. Давайте я нажму что-нибудь. Останавливаем запись. Итак, давайте послушаем и убедимся. Действительно у нас записалась наша MIDI клавиатура без метронома. Как вы слышите, все успешно записалось. Кому понравилось видео, поставьте лайк. Если вы хотите часто видеть такие видео на моем канале, или у вас возникли вопросы, то пишите в комментарии. А с вами был Алекс. Всем удачи и пока.